Привет всем зрителям моего канала в YouTube. Спасибо вам за лайки, за репосты, за внимание. Подписывайтесь, тут такая кнопка есть. И за помощь, за донаты тоже спасибо огромное. Я хочу поговорить о том, что я наблюдал в последнее время, вот после этого митинга стихийного на Майдане, когда волонтер, достаточно известный, призвал людей прийти на Майдан, чтобы выразить свой протест против регистрации на выборах двух подонков из антиукраинской гвардии Кремля. И пришло достаточно много людей. Я сам в этот день работал, но мои друзья были. И, ну, я просто знаю, что такое собрать митинг за два часа. Был такой случай в нашей жизни своим другом Ирфаном Кудусом и журналисткой Настей Рингис, когда блокаду разгоняли, пытались разгонять блокаду Крыма. Поэтому я знаю, что такое за два часа собрать столько людей, и это очень много. И это было стихийно. На самом деле, ну, мы все это видели и наблюдали, как люди репостили, переписывались, договаривались. И их выединяла эта идея не допустить этого реванша, очередной ступеньки реванша этих сил. Но меня поразило даже не то, что много достаточно народу было. И на самом деле эти люди, которые были такой костяк, это не то, что все пришли, но это пришли люди, которые понимают, за что они, понимают, против чего они. Меня гораздо больше удивило, ну, не удивило, опять же, впечатлило то, как этим воспользовались, как это комментировали политики. Особенно два политика. Это Андрей Богдан, глава администрации президента Украины, точнее, извините, офиса президента Украины, и, как это комментировал бывший президент Украины, Петр Порошенко, тоже в социальных сетях. А Богдан, по-моему, в интервью «Украинской правде», что ли. И оба ответа, оба комментарии мне не понравились. В чем была суть? Ведь Андрей Богдан, находясь в Торонто, намекнул на то, по-моему, прямым текстом, даже сказала, сейчас точную цитату не приведу, что это вот пришли протестовать, типа это организовано людьми Порошенко. Но мы все прекрасно знаем, что это не так, что никакими людьми Порошенко это не организовано, и что люди пришли туда от души, ну, просто задрало, затрахало это ощущение реванша, когда поднимает голову вся сволота. А тут глава офиса президента попытался это представить, как такую организованную акцию, типа вот они пришли в какой-то политическом интересе, в каком-то своем, какая-то партия. Это был первый комментарий, который мне не понравился, потому что он был просто неправдой. Ну, и второй неправдой был комментарий Петра Порошенко, когда он в ролике, размещенном в фейсбук, еще не удивился после этого того, как уже этих подонков сняли с выборов. И действительно этот митинг, как и любые публичные протесты, но этот митинг особенно повлиял на это. Так вот, после этого Петр Порошенко, находясь тоже не в Киеве, а где-то в поездке предвыборной, сказал, что поблагодарил всех людей, которые помогли его партии снять с выборов этих антиукраинских товарищей с запятнанной пророссийской репутацией. Это тоже была неправда, потому что никто не собирался помогать партии Петра Порошенко, никто не собирался помогать ему, потому что все было ровно наоборот. Люди пришли сами. Люди организовались горизонтально, пришли туда люди, которые неплохо относятся к Порошенко, отдают ему должное. В чем-то пришли люди, которые плохо относятся к Порошенко и отдают должное. Пришли те, кто плохо относится и не отдают должное. И вообще совершенно разные люди там были, абсолютно не в волнах каких-то политических партий находящихся. И вот эта попытка, с одной стороны, обвинить какую-то политическую силу в инспирировании такой акции, а с другой стороны, попытка присвоить одной политической силе эту акцию, они, на мой взгляд, очень некорректные и очень недостойные, мне кажется. Так нельзя. Почему? Потому что это принижение людей, унижение людей, которые туда пришли. А пришли туда не пустые люди, пришли туда люди, я многих лично знаю, которым болит, и которые представляют из себя силу, общественную силу. Не силу в плане партий, которые на выборы у нас собираются, а силу константу такую, силу постоянную, такой проукраинский базис нашего общества. И эти люди великолепные на самом деле. И их туда ни одна партия бы вывезти не смогла. И как ни одна партия не собирала Майдан. И если кто-то пытался присвоить себе Майдан, тогда таких людей освистывали, я помню. И пытался его возглавить там, не как-то стать, объявить себя лидером. Таким людям места на Майдане не находилось, насколько я помню. Тогда еще не жил в Украине, но я несколько раз приезжал сам на Майдан и смотрелся, увидел своими глазами. Поэтому я категорически призываю политиков не раскалывать проукраинское общество и не вешать на него ярлыки. И не присваивать себе никакую часть, ни все это общество целиком. Это очень сильно злит этих людей. А эти люди в хорошем смысле злые, потому что им не нравится, когда их используют или когда их именем прикрываются. Или когда их искреннее стремление называют каким-то заангажированным протестом. Это не те люди, их так обижать нельзя и так использовать нельзя. Как действующим чиновникам, так и бывшим чиновникам. И я тут, конечно, разные политические цели у всех, но в принципе я думаю, что и дальше это будет набирать обороты. Это стремление политиков или чиновников или партий растащить вот эту проукраинскую базу нашего общества с разными целями, но с одним результатом, чтобы люди внутри вот этого проукраинского сообщества, у которых разные партийные могут быть и внепартийные взгляды, просто пересварились между собой. Я-то уверен, что такого не получится. Но сами эти попытки дискредитируют политиков и чиновников, попытки очернить людей, которые душой болеют за Украину, это глупость и это бессмысленность. Вы себе только этим закопаете и рейтинги, и репутацию, и так далее. Не делайте так, потому что просто есть такая часть общества в Украине, активная часть общества, которая никогда не выйдет никуда за деньги, и никогда не выйдет никуда, ни по каким партийным призывам. Есть люди, которые куда-либо идут и что-либо делают, только исходя из собственных убеждений. Именно такие люди являются моими друзьями, и мне абсолютно, в принципе, все равно, в какой они партии, в какой они национальности. Главное, чтобы они считали себя украинцами, и главное, чтобы они ставили превыше всего именно Украину, именно ее независимость, именно борьбу за нее, против этого реванша и так далее. Они не за политиков борются, и политиков эти люди воспринимают исключительно как какую-то необходимую до определенного момента часть политической жизни, но никак не как вождей, никак не как лидеров. Эти люди объединены идеей. Это вообще то украинское общество, модель будущего общества, которое обязательно случится в Украине после всех этих киданий в массы избирателей за лидерами, за лицами, за персоналями. Потому что объединить людей может быть только идея, а не лидеры. Вот мы сегодня с Игорем своим другом, он ветеран войны, один из моих многочисленных друзей, которые воевали и воюют, он сказал, что я еще тогда, ну тогда еще, когда еще даже революции не было, говорил никогда друзьям своим, не объединяйтесь вокруг вождей, объединяйтесь только вокруг идей. Идея очень простая, и мы все это чувствуем. Предательство Украины. Кто бы это ни делал, под каким бы соусом это ни подавалось, настоящий украинский патриот, который знает этому цену, у которого гибли, гибнут друзья, и раненые друзья, у которого друзья-волонтеры, которые сами волонтеры, у которых люди сидят, у которых потерян Крым, Донбасс, неважно, жил он там или нет, но он чувствует эту потерю. Он эту грань очень тонко чувствует, и его на никакой купленный, инспирированный митинг не затянешь. Это по себе, наверное, судят люди. Ну, я прошу прощения, думайте, сходите, поговорите с кем, третьим лицом спросите, почему я так про людей думаю. Нет, люди не все такие, не все масса, не все внушаемые. И я считаю, что во всех, ну, кроме регионалов, бывших, которых не бывает, во всех абсолютно политических силах Украины есть здоровая часть, вот это как знаменатель. Знаете, в числителе может быть все что угодно, разные эмблемки, знаки и символы, но в знаменателе стоит это стремление не потерять страну, которая такой кровью и такой ценой, и ценой временной утраты территории получена. Вот, поэтому я призываю политиков уважать этих людей, прислушаться к этим людям и не пытаться их маргинализировать или засунуть в какую-то партию. Они никуда не засовываются, это мои друзья, и я никуда не засунусь. У нас есть принципы, от которых мы никогда не отступим. Я никогда даже не спрошу у человека, который выступает против реванша, искренне, из какой он партии, из какой политики он персонально поддерживает депутата, или мне все равно. Если я вижу, что он за Украину, что он не продажный, значит он мой человек, значит мне с ним по пути. И вот оно определяющее. Просто мы говорим о новой политике, о переходе к новой политике, но если это новая политика, ну давайте тогда уразумеем, поймем, что не бывает все на продажу, что надо еще и понимать, что возникло в Украине ценой таких утрат и потерь, и решений некое количество людей, которое вершит историю в этой стране. И они будут вершить историю, не вы, уважаемые, бывшие, нынешние, текущие, вяло текущие, будущие, перспективные и неперспективные политики. Что бы вы там себе не думали, не думайте о людях, что они говно. Вот, не думайте так, люди за это не будут благодарны вам, ну вот, и ни к чему хорошему это не приведет. Я благодарю всех, кто смотрит мой блог, видеоблог, за внимание, за лайки, за репосты. Очень много лайков, мне очень это приятно. Значит, у вас есть какой-то отзыв в сердце на то, что я говорю. Я говорю искренне и незангажированный, никогда не будет у меня никаких подвижек кому-то прильнуть и от кого-то что-то сосать. Мне ничего не нужно, ни денег, ни от кого, ни от политиков, никакой поддержки мне от них не нужно. Если они должны быть в проукраинском русле, а все остальное это фигня на самом деле. С этим как-нибудь можно разобраться. Но предавать Украину нет. Спасибо вам за помощь, за донаты. Оставайтесь со мной, с нами вместе все. Смотрите мой канал. Спасибо.